Линейное управление это структурное подразделение ВД России. Изначально оно создавалось для охраны железных дорог, а с 1971 года была утверждена и водная, и воздушная милиция. Сразу после того, как бортпроводница Надежда Курченко практически в одиночку вступила в противостояние с воздушными террористами и ценой своей жизни предотвратила угон самолета. Место хрупкой девушки в борьбе с терроризмом и другими правонарушениями заняли профессионалы. Сегодня они на ответственном и опасном посту. Например, на железнодорожном вокзале Сочи общественный порядок обеспечен в полном объеме. Предотвращая преступления, бывает, что и находят забытые пассажирами вещи. Находим, отправляем на поезде ближайшем до ближайшей станции, где люди могут эти вещи свои встретить, либо оставляем у дежурной по вокзалу под запись в журнал хранения забытых вещей, либо у нас в дежурной части. Каждый день сотрудники железнодорожной полиции сталкиваются с правонарушениями. Кому-то достаточно сделать предупреждение, а кого-то и сопроводить в участок для составления административного протокола. Не забыто накануне праздника и ветераны службы. В преддверии Дня транспортной полиции представители Общественного совета при Сочинском линейном управлении поздравили ветерана МВД Владимира Васильевича Назаренко, прослужившего в милиции 25 лет. Житель, цветы, это мы вас поздравляем с Общественного совета, чтобы вы долго жили. Спасибо, я там жил. Да нет, вы же самым защитник и заступник. Только жил. По словам ветерана, годы службы пролетели как одно мгновение. В 1954 году в звании сержанта он поступил на службу в Сочинский линейный отдел внутренних дел на транспорте. Начинал с постового, а после окончания ростовской школы милиции работал в уголовном розыске. Посвятив свою жизнь в борьбе с преступностью в свои 87 лет, Владимир Васильевич, как и прежде, считает, что главными качествами для сотрудника органов внутренних дел на транспорте остаются честность и порядочность. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.